там две да? охотники на мельницу бегут слышу да кого-то режут там бьют да тут бегут минус спонсор показа этого видео серёга белорус стримы игровые нарезки и приколы по хантецкому вы всегда сможете чекнуть на его канале переходи по ссылке в описании не гневи батьку не сделаешь посажу всем привет на канале молот на связи под пивкович и сегодня у нас ханшел даун видео про оружие а точнее про самую топовую связку оружия в игре хотя это не точно это видео вышло при поддержке корвуса 93 антохи гана юльчика картохи и злобного деда ребята спасибо вам большое за поддержку ну а теперь поехали меня завалили а мой умер на крыше убил я его где еще внизу был обрез мосинки и обрез ромера с топором это парочка всегда поможет вам в трудный момент на самом деле назвать какую-то одну связку оружия в игре самой самой будет очень трудно данном вопросе все зависит от множества факторов начиная от скилла и личных предпочтений игрока заканчивая конкретными ситуациями складывающимися по ходу катки короче вопрос очень спорные порой опытные известные игроки начинают советовать всем остальным именно то что подходит им если у вас часто пахнут и потеют ноги то возьмите просто прокладочку и положите ее внутрь башмачу обуви зачастую не учитывая индивидуальности скил каждого игрока в отдельности я же постараюсь сейчас объяснить вам почему именно обрезы мосинки и ромера с топором это самая топовая универсальная связка в игре откуда ровно куда-то смотрел правее 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 давайте начнем со сборов любой нанимаемый вами охотник способен сразу же взять с собой на охоту два обреза без каких-либо дополнительных перков но все-таки после первой удачной катки не забывайте изучить пулехват так как боезапас мосинки не слишком велик и терять по патрону после каждой до зарядки будет совсем не интересно ромера с топором свою очередь позволяет вам не брать в катку нож вместо него берем кастет который расходует значительно меньше вашей выносливости при борьбе со всякой мелкой нечистью ну и уж точно не подведет при встрече с николсом кейджем ну а топором будем орудовать против собак главное не забывайте про свою стамину чтоб эти тузики вам в жопу не разорвали так же ваш персональный топорик очень пригодится вам в случае если на боссе придется долго искать большой топор или кувалду пока ваши товарищи будут заниматься поисками вы будете заняты делом что позволит вам значительно сократить время убийства главного босса в итоге что касается пве составляющей игры и общих сборов связка обрезов ромеры и мосинки практически идеальный вариант так что давайте теперь рассматривать как эта парочка будет вести себя в пвп здесь здесь в доме в доме минус есть здесь второй же внизу справа сразу же да опять не умираешь все готово 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 если вы не будете торопиться как я и использовать каждое оружие на соответствующие дистанции то такой сетап позволит вам победить практически в любой ситуации да и тут на самом деле мне кажется просто урон от ромера не прошел так как после обновы 1.3 многие жалуются именно на этот момент в игре ну да ладно дистанция была достаточно большая поэтому используйте ромера именно при стрельбе в упор не более 5 метров не повторяйте моих ошибок ну а во всех остальных случаях мосинка великолепно справится и сама прицел у нее отличный убойная сила тоже единственный минус это достаточно сильное покачивание ствола при прицеливании но если вы побегаете несколько каточек с этой пушкой то достаточно быстро привыкните и будете раздавать из нее хэды не хуже чем из какой-нибудь полноценной длинной винтовки что же касается нашего обреза с топором как я уже говорил в пределах пяти метров это сразу плюс один жмур ну а если вдруг случится чудесное спасение то всегда можно исправить эту ситуевину топором благо после выстрела вы находитесь рядом поэтому никогда не забывайте про эту фишку после полученного ущерба игрок будет слегка в замешательстве а короткая дистанция практически всегда позволит вам зарубить кабанчика и не смотрите на заявленные ттх в описании которые указывают на то что якобы ромеро с топором бьет гораздо слабее чем без топора проверял лично дамаг абсолютно идентичный что имеем в итоге обрезы мосина и ромеро с топором идеально подойдут практически для любой ситуации вы комфортно чувствуете себя как на средней так и на дальних дистанциях и при всем этом можете неплохо зарашить вражеские оборонительные укрепления впрочем как и обороняться на своих тут только по снайперить не получится но это уже совсем другая история связки для снайперов это не ко мне ну и если вам все таки кажется что разовый выстрел на ближней дистанции это слишком мало то вы всегда можете поменять обрез ромеро на обрез дустолки например правда пожертвовав при этом топором и убойная сила будет уже поменьше но зато шанс на ошибку решайте сами здесь минус один у меня тут кто-то бегает по доме а вот этому красному до минус еще один поставил ловушку а нет я не убил меня в доме двое чувак успел поднять минут готов ну а по факту минусов у этой связки практически нет единственное что у вас не получится с обрезами мосина и ромеро так это спамить оружием для добивки игрока после первого попадания но вы наверное в курсе о чем я когда про игроки быстро переключается с винтовки на пистолет тем самым практически не оставляя шансов врагу на то чтобы успеть спрятаться в нашем случае придется действовать в команде и стрелять вместе с тиммейтами по таргету чтобы быть более эффективными но кстати это тоже очень важный игровой момент который было бы неплохо развивать каждому так как хантецкий это именно командная игра ну а этот бешеный спам оставьте пока для задротов уж поверьте серьезного преимущества эта механика им не дает так как большинстве случаев второй выстрел приходит все равно мимо кассы хотя исключения конечно бывают у меня на этом все ставим лайки и дизлайки пишем комментарии и не забываем подписаться на канал и прожимать колокольчик чтобы не пропустить следующее видео играйте в хорошие игры всем добра лампы у меня нет подходит ко мне тут рядом вал втором тоже еще пропускает я их спину бит костяныш там справа да я пытаюсь увидеть кто он я пытаюсь увидеть кто он с оптики подходит к трупу пытается подойти тип он в здании вот в этом втором этаже спринге видел внизу минус минус здесь у меня забей и нет вот это было адская миссия ну а то его продажи не убил что ли я не умер Блин, я ему просто бил в пасту. Ну, я, может, криво попал, но зато у меня всегда есть топорик на добивку. Так что кабанчиков резать можно здраво.